Шокирующее преступление в Таразе. Девятиклассник подозревается в убийстве своей сестры. Тело 10-летней девочки обнаружили на одной из улиц областного центра. В ходе следствия полицейские вышли на 15-летнего подозреваемого, брата погибшей девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Чтобы найти и наказать виновного смерти четвероклассницы, проводится ряд экспертиз. О громкой семейной драме, которая потрясла Тараз, расскажет Анастасия Сулейманова. Семьей 5. Семья многодетная, состояла на учете фонда всеобучия, то есть получала одежду, обувь. На периоде дистанционного обучения в семье из баланса школы во временное пользование был выдан компьютер. Проблем с компьютеризацией, назовем это так, в семье этот вопрос не вставал. По неофициальной информации, причиной конфликта между детьми, который вылился в убийство, мог стать компьютер или планшет. Полицейские говорят, что подозреваемый в содеянном признался, но виновен ли девятиклассник в смерти своей младшей сестры, решит суд. В отношении подозреваемый избранный мероприятий в виде содержания под стражей, он находится в следственном изоляторе. Статья о данном случае разложена по 99-й части 3-й, то есть убийство малолетнего ребенка. Данная статья, она превышается от 15 до 25 лет. Подделывающая ведется досудистые исследования и назначены все необходимые экспертизы. Между тем, в регионе за 4 месяца этого года преступность в отношении детей снизилась на 11%, а среди несовершеннолетних на 49%. По словам психологов, на детскую преступность в первую очередь влияют материальные и социальные факторы. Ребенок чаще всего предоставлен сам себе. Родители не обращают внимания, сидит ребенок за компьютером. Что он делает? Он выполняет домашние задания или играет в компьютерные игры? Во многих компьютерных играх пропагандируется непосредственно насилие. Психологи советуют родителям уделять больше внимания своим детям, следить за их эмоциональным состоянием, увлечениями и кругом общения. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлханурс, Ланхатила. Итоги дня. Тарас. Тарас.